Ну что, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Эдди, и сегодня мы посмотрим еще один глобальный мод, который называется GTA Dead Snow. Итак, давайте запустим новую игру и посмотрим, что нас ждет. Обязательно New Game, без этого никак. И вот, пожалуйста, картинка, какой-то заснеженный город и надпись. Сейчас должна появиться Find 10 Kids. Найди 10 аптечек. Данный мод, что он из себя представляет? То есть, абсолютно новая локация, вид от первого лица, какие-то звуки на заднем плане, благо то, что я играю без наушников, серьезно, потому что их нельзя сделать потише. Возможно, их как-то можно удалить там через Клео, я не знаю. О, первая аптечка, круто. Вот такие аптечки зеленые, вот, нужно найти еще 9. Я, конечно, все не находил, я вот только одну нашел и все. Но, может быть, найдем еще вторую. Вот такая локация интересная. Также самое интересное, я поставил яркость на максимум, потому что если поставить чуть меньше, то тут реальная тьма, очень плохо видно. Но я выкрутил максимум, чтобы было хоть что-то всем видно. Плюс еще мы знаем, как YouTube сжимает качество и делает, наверное, немножко темнее. Хотя, я не знаю, может, что-то я выдумал. И так вот, давайте пару слов расскажу про данный мод. Мод это некая реинкарнация, потому что эта версия поддерживает мод Loader. Изначально мод выходил в 13-м году. Ставился он как-то по-другому, не через мод Loader. Я его хотел снять, признаю. О май гад! Господи, такого я не видел. Офигеть, я до сюда еще не доходил. Это реально кре... Это было кре... Это кри... Это крипово. Это что такое вообще? Я поиграл, я до этого играл в нее немножко, но вот эти скримеры я не видел. Слушайте, а реально нас пытаются напугать? Это говорят то, что вообще авторы вдохновлялись слендером? Ну, я не уверен, но просто написано то, что сюжет наподобие слендера. В том плане, что нужно искать какие-то аптечки, либо какие-то предметы. И да, данный мод вышел 30 апреля 2021 года. Именно обновленная версия. А старая версия, да, с 2013 года. Также вы данный мод установите легко и просто. Через мод Loader вы установили. И самое тоже важное, то что GTA-шку, именно экзешник, нужно запускать именно с мод Loader, а не с директорией игры. Это реально важно. И также, когда вы, скорее всего, запустите данную игру, ничего не произойдет. Нужно нажать 2 или 3 раза Enter. Это важно. Мне это помогает всегда, потому что я запускаю данную игру, и она зависает. Потом я нажимаю Enter, и все, она отвисает и начинается играть. Ну, и начинается сама игра. Итак, давайте я расскажу пару слов еще про мод, что я недорассказал. Основная цель, это 10 аптечек, глобальный проект, основная цель создать атмосферу хоррора, ужастика и напугать игрока. Был похожий мод от Black Stallion, если вы помните. По-моему, Туман Смерти он назывался. Тоже вид от первого лица. Но... А, вот аптечка классная. Но тот мод вышел позже. Но там как-то по-другому. Там оружие есть, там зомбари есть. Тут вообще никого нет. Ни монстров, ничего. Вот пробел, бегать и все. Можно бегать и осматриваться. Вот вид. Мы также в свои руки видим какие-то странные руки у нас. Ну ладно, просто мы их так держим. Итак, как вы сами видите, новая локация зимняя. Пожалуйста, перед нами. Есть интерьеры также. Интерьеры складов, каких-то зданий. Написано в особенностях то, что тени. Я не понял, что это за особенность такая тени. Возможно, те тени, которые падают от луны. Возможно. Но ладно, пусть так и останется. В принципе... Да, вот что мне не нравится, то что очень чувствительная камера. То есть мышка, она реально очень чувствительная. И вращается очень быстро. Хотя у меня стоит 800 dpi. И в игре у меня самая такая максимальная чувствительность. Единственное, что я не знаю, что будет. Что будет, если мы найдем все 10 аптечек. Так что, друзья, наверное, вы найдете ответ на данный вопрос сами, если хотите. Но я думаю, что мы будем просто дальше ходить, бродить. А также меня напр... Господи, что? Что такое? Также меня напрягает то, что постоянно какие-то звуки на заднем плане, которые очень-очень громкие. И никак их потише невозможно сделать. Вот это... Меня это напрягает во всех глобалках. Когда есть какой-то задний фон, задняя музыка, да, на бэкграунде, которую невозможно отключить. Но это немножко выматывает, честно. Потому что вот если вы наденете наушники, то это будет громко. Ладно, давайте на этой ноте закончим. Я вам показал, что данный мод у себя представляет. GTA Dead Snow. Мертвый снег. Глобальный такой проект, который от штата ничего не оставляет. И ставится он легко и просто через мод Loader. И я не знаю почему, но какой-то был экран сейчас красноватый. Господи. Ладно, давайте на этом скримере закончим. Это было жестко. Всем спасибо за просмотр. Говорил и показывал Эдди. И такой мод, как GTA Dead Snow. Так что всем удачи, всем пока, не пугайтесь. Be well and God bless you. Ну и конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании.